Всем привет! Вы на канале 2 плюс 2 Коста-Рика. Сегодня мы с вами поговорим о необычных и интересных фактах о Коста-Рике. Вы пока ставьте колокольчики, пишите комментарии, ставьте лайки. А мы с вами начинаем изучать эту удивительную страну Коста-Рика. Когда мы сюда ехали, мы думали, что Коста-Рика это страна бананов, ананасов, ленивцев, туканов. Но на самом деле это оказалось не так. Когда мы сюда приехали, мы увидели, насколько прекрасная и необычайно красивая эта страна Коста-Рика. Поэтому, посмотрев это видео, возможно, вам захочется сюда приехать отдохнуть. А может быть, просто остаться жить навсегда, потому что Коста-Рика это достойно. Итак, интересный факт о Коста-Рике. Коста-Рика на четверть состоит из национальных парков и заповедников. Национальные парки и заповедники в Коста-Рике охраняются государством и волонтерами. 5% всех животных и растений на планете существуют именно в Коста-Рике. Например, 1400 видов орхидей, 50 видов калибри, 1500 видов бабочек. Все это можно найти именно здесь, живя в Коста-Рике. Также ленивцы, киты, змей, чего здесь только нет. Все национальные парки и заповедники охраняются государством и волонтерами. 4 заповедника находятся под охраной ЮНЕСКО. Коста-Рика это кофейная страна. Здесь выращивают очень много кофе. Но по закону в Коста-Рике можно выращивать только сорта арабика. Весь самый лучший эксклюзивный кофе уходит на экспорт. Поэтому самый вкусный кофе вы, к сожалению, не сможете попробовать в Коста-Рике. Но, тем не менее, кофе в Коста-Рике безумно вкусный. Но это касается не только кофе. Самые лучшие шоколадные бобы уходят также на экспорт для изготовления шоколада. И в Коста-Рике был выведен специальный сорт ананасов, розовые ананасы, которые запрещены к продаже на территории Коста-Рики. Все эти розовые ананасы идут только на экспорт. Поэтому такое чудо можно попробовать только за пределами Коста-Рики. А наш кофе действительно самый вкусный в мире. Мы, кстати, находимся на кофейной плантации. Поэтому всем кофеманам обязательно нужно посетить Коста-Рику. Самым удивительным фактом для нас оказалось отсутствие почтовых адресов в Коста-Рике. Да, вы не ослышались. Именно в Коста-Рике нет нам привычных почтовых адресов. На домах нет номеров и практически нет названия улиц. Чтобы определить местоположение того или иного здания, магазина и так далее, все используют ориентиры. Вот, например, за моей спиной находится музей. Адрес у этого музея будет звучать так. Пять метров к западу от здания почты. А вот белое здание почты. Но в связи с тем, что в Коста-Рике продолжает расти число населения, и страна развивается, соответственно, появляются какие-то новые территории, новые поселки, строения, то, конечно, Коста-Рика потихоньку начала вводить некие адреса, если это так можно сказать, и стали называть улицы. Но улицы называют не как мы привыкли, чьими-то именами. А все гораздо проще. Вот, допустим, улица номер 2. И, допустим, в Иреди таких улиц очень много. Улица номер 1, 2, 3, 5, 10 и так далее. Соответственно, и тоже проспекты. Вот, допустим, Авенида 1. То есть в Коста-Рике особо народ не заморачивается адресами, номерами домов. Просто улица 1, улица 2. Либо 5 метров на запад от здания почты. В Коста-Рике нет армии. В 50-х годах правительство решило, что армия не очень-то и нужна в стране. В связи с ликвидацией армии было принято решение распределить свободный бюджет на больницы и школы. Сегодня в стране бесплатное обучение и медицина. А также самый высокий процент грамотности среди латиноамериканских стран. В Коста-Рике очень интересные экстренные службы. Например, полиция – это большие друзья граждан Коста-Рики. Причем друзья с большой бомбой. С ними можно поздороваться, поговорить, остановиться, сфотографироваться. Никто не боится полиции. Это большая полиция. Очень интересная также и пожарная служба в Коста-Рике. В Коста-Рике можно прийти на экскурсию в пожарную часть. Например, нам удалось сходить в одну из частей в Сан-Хосе. У нас об этом есть ролик на нашем канале. Посмотрите, напишите в комментариях, как вам, интересно или нет. У нас было ощущение, что мы попали на съемочную площадку сериала про пожарных. Кстати, вот так вот пожарная часть выглядит в Коста-Рике. Если вы заметили, то на территории пожарной части есть обязательно детская площадка. Коста-Рика – страна вулканов. Коста-Рика находится на части вулканической дуги Центральной Америки. Полторы тысячи километров территории с наибольшей плотностью вулканов на Земле. В Коста-Рике около 200 вулканических образований. В стране зафиксировано 6 активных вулканов и минимум 61 спящих или потухших. Вулкан Ариналь является самым активным вулканом в Центральной Америке. В то время как вулкан Оаз является вторым широким вулканическим кратером в мире. А вулкан Иросу является самым высоким вулканом в Коста-Рике. Ну что, мы смогли найти удивительные и необычные факты о Коста-Рике, о которых мы вам рассказали. Напишите в комментариях, что вас больше всего поразило. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик и лайки. Канал 2плюс2 будет дальше продолжать для вас все самое интересное о жизни в Коста-Рике. Спасибо за просмотр!